МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы с вами находимся в музее Смоленщина годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В этом году исполняется 80 лет с момента освобождения города Дороговужа. Именно в этот день, 15 февраля 1942 года, древнерусский город Дороговуж был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Для меня эта тема особенно важна, и поэтому мне будет очень приятно рассказать вам об этом, ведь город Дороговуж является моим родным городом. Смоленщину по праву называют краем партизанской славы. Обратите ваше внимание на карту. На территории Смоленской области проходила линия фронта. Здесь было большое количество немецких войск. И тем не менее, в этих сложнейших условиях здесь действовало более 120 зарегистрированных партизанских формирований, общей численностью 62 тысячи вооруженных бойцов. Еще одна особенность партизанского движения на Смоленщине состояла в том, что здесь одним из первых в истории Великой Отечественной войны стали возникать партизанские края. Партизанский край – это территория втул у немецко-фашистских войск, освобожденная длительное время удерживаемая партизанами. В 1942 году было образовано три партизанских края – Северо-Западный, Вадинский и Дороговужский. Самым большим партизанским краем был Дороговужский. Его площадь составляла 10 тысяч квадратных километров. Особое место в истории Дороговужского партизанского края занимает личность Василия Савича Воронченко, легендарного командира партизанского соединения «Дедушка». Одним из организаторов партизанского движения на территории Дороговужского района Смоленской области был Василий Савич Воронченко. Его личные вещи представлены в экспозиции нашего музея. Это полушубок, полевая сумка, кесет для табака, палка-посох, который был подарен ему в партизанском отряде. Василий Савич родился 5 мая 1888 года в деревне Осташево Дороговужского уезда в Смоленской губернии. Уже в 9-летнем возрасте ему пришлось вместе со взрослыми пахать землю, косить траву, заготавливать дрова на зиму, потому что семья осталась без кормильца, умер отец. После окончания Озерещенского двухклассного училища Василий пошел работать на лесопильный завод. В 1904 году он переехал в Москву, где продолжил трудовую деятельность. В 1909 году Василия Савича призвали в царскую армию. Он служил старшиной музыкального взвода, участвовал в Первой мировой и гражданской войне. Потом окончил строительный институт, работал во многих строительных организациях Москвы. Когда грянула Великая Отечественная война и наступили тяжелые испытания для нашей страны, Василию Савичу было 53 года. В силу возраста его не призвали в Красную армию, но он не мог оставаться в стороне и записался добровольцем в дивизию народного ополчения. 5 октября 1941 года старшина 60-й стрелковой дивизии Воронченко был контужен в бою у деревни Речицы с Поздеменского района и попал в плен. 10 октября по пути следования колонны военнопленных на Ельню Воронченко обманул конвоиров и бежал. Оказавшись на оккупированной территории, он стал пробираться в родные места, в деревню Козловка, где проживала его сестра. Там, вместе с ополченцем 7-й бауманской дивизии Петром Силантьевым, награды и личные вещи которого также представлены в нашем музее, 2 ноября 1941 года Воронченко организовал партизанский отряд и принимает на себя командование. К концу осени 1941 года вся территория Смоленской области была захвачена немецкими войсками. В октябрьских боях в восточных районах Смоленщины попали в окружение 4 армии Западного фронта. Многие наши бойцы погибли, кто-то оказался в плену, кому-то повезло прорваться к своим. Но были и те, кто не бросил оружие и остался на оккупированной вражеской территории. Кадровые бойцы и командиры Красной армии, которых укрыли местные жители, залечили раны, довольно смотрелись на то, что творят гитлеровцы на нашей земле, стали организовывать первые партизанские группы и отряды. Эти партизанские подразделения, бойцы которых практически все были кадрами военными, были очень боеспособными. И таких на территории Дорогобургского района было большинство. Их интересной особенностью было то, что там все партизаны старались носить форму и знаки различия Красной армии. Хотя, кроме бывших окруженцев, туда вступали и местные жители, которые не желали гнуть спину на оккупантов. Это были и старики, и женщины, и даже дети. Сбор военной формы был организован местным населением. Они сдавали в партизанские отряды то, что бросили при отступлении или оставили у них на хранение отступающие части Красной армии. Точно так же решался вопрос со стрелковым оружием и боеприпасов. Его просто подбирали на местах тяжелых летних и осенних боев на территории этих районов Смоленской области. Были организованы ремонтные мастерские, где партизаны восстанавливали оружие и боевую технику. К зиме 1942 года на вооружении партизан Дорогобужского партизанского края были артиллерийские орудия, минометы и даже несколько танков. Первоначально вот эти первые небольшие партизанские отряды дислоцировались в отдаленных деревнях, где немцы редко появлялись и не было там их пособников, полицаев. Но с укрупнением отрядов они перебрались в лесные массивы и там строили настоящие партизанские лагеря. Строили добротные землянки, в которых можно было укрыться от непогоды и сильных морозов даже в лютую зиму. Местные жители, которые уходили в партизаны, чтобы как-то обустроить вот этот вот лесной быт, забирали с собой из дома свои обычные бытовые вещи. Посуду, одежду, какую-то кухонную утварь. Все это помогало выживать. Помогала и теплая домашняя зимняя одежда. Важнейшим имуществом любого партизанского отряда была вот такая радиостанция. С ее помощью можно было услышать голос большой земли. Так партизаны называли советскую территорию за линией фронта. Услышать сводки советского информационного бюро и узнать, как обстоят дела на фронте. С помощью рации можно было запросить помощи у нашего командования, например, медикаменты или боеприпасы, которые в отряд доставила бы наша авиация. Но самое главное, что с помощью вот такой радиостанции партизаны сообщали советскому командованию свежие разведывательные данные. Это информация о перемещении немецких войск и выясненные планы гидлеровского командования. Кроме ведения разведки, основной задачей всех партизанских отрядов была борьба с врагом, борьба любыми способами. И здесь речь о собственном выживании не стояла. Партизанские отряды проводили постоянные диверсии на шоссейных и железных дорогах, уничтожали вражеские транспортные колонны, пускали под откос же дорожные эшелоны с техникой, боеприпасами, жилой силой противников, взрывали его склады и мосты, уничтожали гарнизоны и освобождали наших людей, попавших в фашистскую неволю. Вермахт, который оказался на оккупированной территории СССР перед фактом вот такого мощного сопротивления, столкнулся с ним впервые с начала Второй мировой войны. Нигде в Европе, разве что в Югославии, ни с чем подобным немцы не сталкивались. Еще одной из важных задач, которую должны были решать партизанские отряды, была поддержка нашего населения на оккупированных территориях. Ведь никто из этих людей не представлял, что на самом деле происходит за линией фронта. Гитлеровцы навязывали свою пропаганду, и люди совершенно не представляли, что сейчас происходит в Москве, в Ленинграде. Ведь немцы врали о том, что эти города захвачены, Красная Армия разгромлена, чтобы лишить людей воли к сопротивлению. Радио слушать люди не могли. За хранение радиоприемника, по новому немецкому порядку полагалась смертная казнь. И поэтому партизаны, получая сводки Советского информационного общества, печатали на вот таких портативных типографских станках листовки, которые с риском для жизни партизанские связные распространяли в оккупированных немцами населенных пунктах. Из этих листовок люди и могли узнать правду о положении дела на фронте. С начала зимы 1941 года на территории Смоленской области действовало уже большое количество многочисленных и довольно хорошо вооруженных партизанских отрядов. Особенно они активизировались после начала советского контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года. Они наносили удары по коммуникациям противника и отвлекали на себя большое количество немецких фронтовых частей. Город Дорогобож был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в начале октября 1941 года. Потянулись мрачные дни. Всюду по городу были развешаны такие объявления. Приказывали сдать оружие радиоприемники. Из-за укрывательства красноармейцев, партизан, коммунистов, комсомольцев полагалась высшая мера наказания – смертная казнь. Гитлеровцы расстреляли родителей шестилетнего мальчика Коля Орлова из деревни Еловка Дорогобожского района. Его сестру они угнали в неволю. Сам мальчик подорвался на мине и погиб после войны. И людей с такой судьбой было очень много. Враги фашисты хотели запугать русский народ, но Дорогобожане не покорились. С каждым днем нарастала волна народного возмущения новым порядком. И люди массово начали уходить в партизанские отряды, которые образовывались повсюду. В партизанском соединении дедушка воевали женщины и дети. Они мужественно сражались за свою родину, за малую родину и за нашу большую родину, Советский Союз. В экспозиции нашего музея есть материалы, рассказывающие о мужественной партизанке, разведчице партизанского соединения дедушка. Нине Герасимовой. Здесь, в нашей экспозиции, находятся ее фотографии. Ее блузка и медаль партизану Отечественной войны первой степени. Она была разведчицей партизанского соединения. Сделала очень много. Мужественная, смелая, храбрая. И была мировым миром для своих товарищей. В августе 1942 года предатель выдал ее. Она была схвачена карателями. И мучили эту храбрую, смелую девушку. Не только ее, но и ее близких. А потом расстреляли. А мужественные сельчане. Но также и на фронте. О ней писала фронтовая газета. Бойцы, узнав о мужестве Нины Герасимовой, клялись мстить за смерть и кровь этой замечательной девушки. Еще одна партизанка, разведчица, секретарь Дорогобургского райкома партии Евдокия Павловна Сибонова. В нашей экспозиции находится ее фотография. Когда ее увидели впервые командир и комиссар партизанского соединения Воронченко и Силанте, им она сразу понравилась. Она была собранная, дисциплинированная. И очень многое сделала для того, чтобы создать партизанский отряд Дедушка. А потом объединить партизанские отряды, которые действовали в этом районе, в партизанское соединение. Она неоднократно ходила в разведку. Сплачивала местное население. Огромную помощь оказывали партизанам. И средствами, и теплой одеждой, и питанием. Она была схвачена фашистами в конце августа 1942 года. После изощренных пыток была казнена фашистами. Посмертно награждена орденом Ленина. Ее имя носит одна из улиц города Дорогобужа. Дорогобужа. Выступление нашей армии под Москвой оказало большое влияние на Дорогобужских партизан. В январе 1942 года в тыл врага на территорию Смоленщины вышли части 1-го Квардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Павла Алексеевича Белова. До сих пор в Дорогобуже сохранилось здание, где располагался его штаб. В нашем музее представлены инструменты ковали, элементы конного снаряжения, принадлежащие именно 1-му Квардейскому кавалерийскому полку и найденные на местах тех боев. Появление частей Красной армии активизировало действия партизанских групп и отрядов. Совместными усилиями они разработали оперативный план взятия Дорогобужа. В декабре 1941 года после начала контур наступления Красной армии под Москвой линия фронта откатилась к границам Смоленской области. В первый день с начала Второй мировой войны непобедимые германские войска потерпелись врушительное поражение. Крайне неприятным сюрпризом для фашистов стало массовое партизанское движение на оккупированных территориях. Ни в тем заплаченных европейских странах ни с чем подобным нитлеровцы до сих пор не сталкивались. В северной снижении 1942 года в Дорогобужском районе действовали многочисленные партизанские отряды, которые с войном сражались большое количество гадов от командиров и бойцов Красной армии, во ваше будущее и окончил, и сидит лицо соль первого города. Играет музыка 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 Играет музыка